Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами работать на карте Эльмкрик. Я, в общем-то, убрал полностью здесь траву, и, как я и говорил, мы это поле будем перепахивать. А также я хотел бы объединить два наших маленьких поля, 45-е и 46-е. Поэтому, поехали! Вот, начинаем заниматься этим сегодня. Вот, сейчас мы эти поля объединим, а потом уже будем заниматься немножко другими делами. Вот, я думаю, как-то так вот отсюда начать. Вот, как-то, не знаю. Вот, отсюда и до конца. И немножко вот так-то, что ли, двигается. Ну, в общем, как-то так выглядит, да? Ну, в принципе, вот так. Сделаем более-менее ровно. Ну, вроде бы, друзья, как-то так, да? Вот, ну, опять это вроде бы. А вот, также у нас сегодня в планах... Так, здесь нужно немножко будет подправить, да? Да, вот здесь чуть-чуть нужно подправить. Вот, также, друзья, у меня в планах завершить вот этот контракт. Я, видите, уже тут начал собирать тюки. Вот, я тут, короче, поле скосил, затюковал. Всё хорошо, всё отлично. Осталось, друзья, только лишь отвезти тюки. Так, давайте, мы плуг не будем, пока скал, давайте, мая. Ну, немножко, друзья, сейчас пошамальним с плугом. Я хочу, я, конечно, понимаю, что идеально ровно, конечно, наверное, не получится. Ну, всё же. Всё же, я хотел это бы чуть-чуть ровнее сделать. Так, хотя бы... Вот, хотя бы вот так. Всё, и теперь с другой стороны мы точно так же сейчас обделаем. Думаю, можно будет аж оттуда начать, то есть с края. Таким макаром немножко мы расширим наш участок, друзья. Вот, и там мы потом немножко поправим. Вот, и всё. Сейчас нам будет только это всё дело запахать, перепахать, и можно будет сеять траву. Вот, трава, она, в принципе, её сейчас же можно сеять. Да, трава, ну, может, сейчас сеять будет. Отлично. Просто супер. Всё, это теперь у нас будет одно поле. Вот, ну, я, друзья, ещё думаю, знаете, как можно сделать сейчас. Можно, в принципе, сейчас ещё сделать вот так. Чтоб вообще идеально было всё, чтобы была... Всё четко. Можно ещё сделать вот так. Опа. Давайте повернём теперь плуг, развернём. И делаем вот так вот. Всё, таким макаром мы немножко расширим наше поле. Так, ну, вроде бы, друзья, вроде бы нормально. Немножко на дорогу вылезли, но... Ничего. Всё, чуть-чуть мы добавили к нашему полю... ...вектаров. Вот, ну, и всё, друзья. Теперь мы сейчас вот это вот всё дело будем запахивать, перепахивать. Вот так мы всё будем делать, так красиво делать по навигации. Теперь. Ага. Так, ну и с этой теперь стороны. Поехали. Вот, и мы добавим к нашему полю такую вот нехилую прибавку, я бы сказал. Вот, и сейчас мы запускаем работник, опускаем вот тут перепавшит всё. Вот, пускай там работник занимается, вот, а мы с вами будем заниматься контрактом. Будем выполнять контракт. Пустим, есть. Так, а я же отключил, да, создание полей, надеюсь. Да, я создание полей отключил, всё, могу теперь запускать работника, пускай он едет. Всё, мы с вами, в принципе, сделали одним полем. Отлично. Я думаю, я бы на самом деле, друзья, камень немножко подсобирал, но... Кстати, вот это надо будет потом поправить. Так, всё, переходим сюда. Вот, нам, друзья, куда нужно отвезти это? Нам нужно на перекупщик животных. Поехали. Вот, поехали, сейчас отвезём к перекупщику животных. Такие. Вот, и я так полагаю, у нас, даже нам останется чуть-чуть тюклу. Хорошо, друзья, это прям супер. Вот, ну, в принципе, друзья, смотрите, бизнес-план у нас уже кое-какой нарисовался. То есть, вот это вот, в следующий год будет последний на этой картке. То есть, это будет 5 лет нашего здесь хозяйства. И нам нужно будет потом отчитаться, что мы успели сделать, что мы... Чего мы достигли за эти 5 лет нашего хозяйства на карте Эйн Крик. Ну, естественно, нам нужно будет прям, хорошо прям так озолотиться. Вот, разбогатеть, чтобы выплатить кредит, соответственно. У нас там кредит 410 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, короче говоря, на контрактах придётся нам попотрачить так прилично. И не только на контрактах. Вот, ну, посмотрим, друзья. Опять же, скорее всего, того, чего я хочу, мы с вами не достигли. Вот, а именно я хотел купить, вы помните, да, что я мечтал купить 30-е, 31-е, 32-е, 33-е и 34-е поля, и их между собой объединить. Вот, наверное, мы этой цели с вами не достигнем, потому что... Потому что нам негде, в основном, зарабатывать. Ну, как негде зарабатывать? Зарабатывать-то есть где, но не всегда хочется это делать. Тюкование тоже. Да, вот, в основном, тюкование здесь дорогая штука. Так, 67% доставки проезда дина на поле 51. Хорошо. Это просто супер. Давай-ка... Езжай к 71-му полю. Так, мы, друзья, с вами посмотрим, как тут наш работник чувствует. Работник, работает наш, работает. Вот, ну, работай, работай. Вот, а я хочу повторить, сколько у нас тонн. У нас 34 тонны. Спечки есть. То есть, отлично. Это просто хорошо. 34 тонны. Вот, ну, и у нас... Вот они, тюки. Которые мы, друзья, привозим. Вот, кстати, виноград я так и не погрузил. Потому что у меня там появились немножко другие дела. Ну, а сейчас у нас возможность покидать тюки. Так, мы их все сейчас закидаем, друзья. Сюда. И потом мы их будем перерабатывать. Далеко немножко бросил. То далеко, то перебросил, то не добросил. Как-то странно. Отлично. Просто супер. Вот, наделали этих маленьких тюков. Теперь переразгребай их. Это просто, друзья же. Вот, их же и не продашь. И, ну, кстати, продать-то, возможно, можно. Я не знаю. Надо будет, кстати, проверить. Если можно их продать, я тогда... Тогда я что? Тогда я этим займусь. Вот. Возьму какой-то прицепчик, закидаю туда тюки и буду их, собственно говоря, продавать. Зачем мы контаковали этих маленьких тюков? Я не знаю. Так. Закидали. Надо будет сюда еще потом привезти. Работник уже приехал. Пустик наш. Поехали. Кстати, в этот раз я это поле затюковал быстрее, чем обычно. Обычно у меня на тюковку уходит 2, 3, 4 часа реального времени. Вот. На этот раз я затюковал это поле за каких-то там... за какой-то час. Может быть, даже полчаса. Рекорд. Нет. Ну, может быть, друзья, потому что просто тюки квадратные. Потому что обычно я выполнял на этом поле контракт, когда... Ити на силос. Кстати, там один тюк силоса еще остался. На ферме. Может быть, поэтому. Там сейчас времени заняло. А так обычно у меня намного больше занимает время тюковка на этом поле. Ну, где-то 2-4 часа реального времени уходит на то, чтобы затюковать это поле. А в этот раз я справился за 1 час. Это... Круто. Это, друзья, реально круто. Так, ну, я так полагаю, что у нас тюки нам некоторые останутся, да? Я на это надеюсь, что некоторые тюки останутся нам. потому что у нас, друзья, коробки, у нас овечки, нам тоже, как бы, все нам нужно. Конечно, друзья, я бы мечтал, я не то, что мечтал, я бы хотел выкупить это поле. Оно стоит, 71-ое поле у нас стоит, друзья, 680 тысяч. Всего лишь 680 тысяч. Полмиллион стоит это поле. И все, друзья, сюда загоняем ленку. И вот тебе полная силосная яма. Но, опять же, эти 680 тысяч я нигде на данный момент не найду. Это разве что мне вот кто-то прям не знаю. Какой-то фермер разве что закинет меня на поле. Так, ладно. У нас 13 тюков. Еще последний тюк и можно складываться. Можно будет опять ехать. Все, 14 тюков погнали. И, друзья, по БУ-технике значит по БУ-технике продается вот такой джунгир, который я хотел бы купить. Но, увы, у нас нет таких полей больших, чтобы прям гусничный джунгир брать. Хотя это очень довольно смешная цена. Там 187 тысяч, да, кажется. Со скидкой. Ну, в общем, короче говоря, из полезного пока что ничего в магазине нет. именно что из полезного нам на данный момент. Так, хорошо, давайте мы, наверное, сейчас будем ставить работника, а сами будем сеять поля. точнее, даже, наверное, не сеять, а их нужно обработать, посмотреть, что вообще, в чем они нуждаются. Там, вроде как, избить нужно, избить нужно раскидать будет, нам. удобрить эти поля. Ну, короче говоря, я хочу максимально уважать получить в следующем году. поэтому, друзья, нужно немножко будет попотеть. Сейчас мы закончим все работы. я работника поставлю, чтобы он ехал опять на 71-го поле, а мы с вами сейчас поедем, вернее, пойдем, посмотрим, в чем у нас нуждаются наши поля. Ну, вызвести нуждаются это тысячи процентов, прикатать, может, надо быть. Короче говоря, друзья, посмотрим сейчас, что у нас там будет. Так, я надеюсь, мы этим прицепом и закончим контракт. Да, если нет, тогда это на еще один, на еще одну ходку. Контракт на поле 71 завершено. Друзья, отлично, это просто тогда супер. Тогда мы собираем тюки и разгружаем себе. Друзья, это просто обалдеть. Так, хорошо, тогда мы работника на 71 поле, езжай сюда. Вот, а мы с вами перемещаемся вот сюда вот, и смотрим все же, в чем наше поле нуждается. Так, сорняк, растущий, полоник, нужно, и здесь нужно прикатать. Окей, давайте смотреть. Прикатать катки. каток мы возьмем буквально самый дешевый, кто в аренду 2000, да, у нас каток, а если какой-то модовский, поставить 160 лошадь, и не знаю, короче говоря, не знаю, я, наверное, из модовых поставлю, каток, потому что что-то 2000 за аренду отдавать мне как-то, не знаете, не хочется. Вот, ладно. Хорошо. Что у нас по меду? Мед у нас будет продаваться зимой, здесь у нас, друзья, поток случился, здесь нужна техника какая-то, чтобы это все делать. Так, здесь у нас что-то, здесь у нас как-то тут работник странно заделал, но не знаю. А, он не мешает. Так, тогда собираем тюкинер на поле и потом принимаем контакт. На металл закончил работу. Ну, прям, отлично. Успеем? Успели. Так, чтобы не стояла работа, мы наймем нашу и сделаем новую работу. Давай, пожалуйста, работай на этом поле. На этом участке, я бы сказал. поехал. Поехал. Так, а мы с вами собираем тюки, я так полагаю, тут тюки и остальные пойдут нам на вангар. Сейчас, говоря, нам нужно будет наверное поработать с погрузчиком, да? Ну, я их куда-то на землю разгружу, эти, а потом уже потом я уже их завезу в ангар. надо, в ангаре нам прибраться до земли, потому что там и комбайн у нас будет где стоять, убрать те тюки маленькие нужно будет, ну, там, ну, маленькие тюки нам там не нужны. Я думаю, мы в этом году сделаем большие тюки, вот мы, ну, вернее, в следующем году, будем делать большие тюки соломы, друзья, вот те маленькие тюки они нужны. Их я вывезу за кадром, или же настремивая этим будем заниматься, скорее всего, если и на стриме, то на твиче это будет все дело происходить быстро. так, нам нужно будет сейчас это все разгрузить. Да, тут будет с этого поля полный прицеп, даже с запасом. тюк, да, потому что на продажу я не хочу отвозить друзья. Вот, нет, можно было бы на продажу отвезти, да, но я не вижу смысла. Потому что в любом случае нам тюк, ниже нет. Это, я так полагаю, авант за быструю работу, да, потому что мы не помнили. Так, еще четыре тюка, это два, ну, ок, вылезет тюка, вернее, четыре тюка. мы сейчас вот эти два подберем и те два. Вот, и два потом нам останется еще приехать один раз и все. Это может быть даже прицепом с автопогрузкой я приеду и заберу те два тюка. Все, поехали. Отвозим это все делаем на базу к нам. Вот, я думаю, я возле ангара выгружу. Это все дело. так, на этом поле мы будем работать потом, а на том уже в принципе можно будет брать сеялку и сеять. Вот, у нас будет друзья, так полагаю, пшеница и ячлей. Вот, или все пшеница может быть висок. Так, вроде оно короче такой дорогой, но вроде друзья и не короче. Конечно, на такой технике друзья, только у нас на ферме ездить. Я думаю, я где-то сейчас здесь поставлю, за паркур не знаю, в ангарах. Где-то сюда. есть хорошо. Так, здорово, все. Окей, давайте мы еще сейчас те два тюка заберем и их тоже выгрузим. Потому что как-то два тюка оставлять на поле не такое себе. Вот, и в следующей серии мы уже будем заниматься полевыми работами, уже никаких контрактов, уже чисто будем поля и, собственно говоря, не, ну как никаких контрактов, контракты будут, но их будет выполнять наши работники. На аренду компенсация, окей. 6, ну, 20 тысяч мы, друзья, получили. уже в следующей серии будем заниматься нашими полями, нашими лицами. Поехали, эти два тюка сейчас выгрузим на банк. вот, я попрошу Сидоровича, чтобы в магазин добавили каток, потому что, ну, друзья, две тысячи за аренду, он нам того поле прикатает. я понимаю, если нам надо было гитару, допустим, сто, там, пятьдесят, это другое дело. А так, ну, сколько тут? У нас же поля небольшие, у нас они маленькие. и цена за такую вот аренду, это, ну, не знаю. Так, хорошо, друзья, все, разгружаемся где-то здесь. Все. Все, друзья, сдаем контракт, сдаем технику. Так, закончено. Сбирать. Плюс двадцать тысяч доходы по контракту. Здорово? Здорово. Так, у нас, еще есть, кстати, контракт на тюкование. Кстати, мы выполнили, друзья, семьдесят девять откровений. Наша статистика. Хорошо. Вот, в целом, друзья, все. В целом, я могу заканчивать, будем продолжать в следующей серии. вот, работать дальше на полях. Можно, кстати, уже взять в аренду, напоследок, взять в аренду для извести, технику для извести. Техника для извести, где у нас распределителя удобрения. Распределитель удобрения. Вот это вот. Берем в аренду дефолт две тысячи на. На этом, друзья, я буду прощаться. Всем большое подписывайтесь на внимание, всем удачи и всем пока. До новых встреч.